Здравствуйте, друзья! С вами DiceMaster. Сегодня я провожу довольно-таки такой простой разговорный стримчик ни о чем, без всяких игр и прочего. Ну и под конец все-таки уговорили меня хоть что-нибудь поиграть. Я решил взяться за Xenonautov 2. Игра сейчас пока что еще не релизнута, есть только демка, и этим она хороша. Потому что после таких вот стримов, когда тебе не хочется ни во что играть, и ты в конце концов решаешь во что-то немножко поиграть, хочется взять что-то короткое. Я вот, например, по тому же принципу, когда-то поиграл в Papers, Please, в демку, и, собственно, мне этого хватило вполне. Потом, собственно, больше я в них не играл. Но получилось, что прохождение для... Xambis подписался на премиум. О, спасибо, Xambis. Спасибо за премиум. Но так получилось, что прохождение этой демки было полноценным для того конкретно состояния игры, в котором она была на тот момент. Ну вот, в общем, посмотрим, что из себя представляет Xenonaut 2, который все еще в разработке. И поехали. Да, Люкхоу мне тут еще про 35 миллиметров вспоминает. Напоминает. Про игру, которую он тоже мне советовал неоднократно. Но пока что-то мне не хочется почему-то в нее играть. И, в общем, Xenonaut 2 начинаются с того, что вам предлагают такую маленькую миссию водную. Ну, это же дема, в конце концов. Тут неполноценное прохождение доступно. А парочка, по-моему, ну, что-то типа того, таких вот миссий. Соответственно, выглядит оно, на удивление, не так плохо, как мне казалось раньше. То есть у меня было впечатление, что это должно быть значительно хуже. Но нет, вроде бы модельки более-менее приличные даже. Освещение такое убогое, и текстурки тоже вполне себе. У первого Xenonaut в стиле мне, честно говоря, казался, да и до сих пор кажется крайне кривоватым и неумелым. Давайте развернемся, посмотрим, что мы видим здесь. Что мы видим сзади. А здесь конец карты. Ну, неплохо, тоже ничего. Музыка громковата. Да, со звуком и музыкой здесь все достаточно плохо. Потому что вот у меня аудио выставлено почти в ноль. Вы видите, почти в ноль. Можно еще немножко уменьшить, но как бы куда еще-то. Еще чуть дальше, и она пропадет вовсе. Только сейчас дошло, что иконки оружия из старых баттлфилдов. Серьезно? А есть тут инвентарь. Можно ли посмотреть, что у него надето, и можно ли это как-то? Ну, я, к сожалению, пропустил момент с обучением, выключил его. Возможно, имеет смысл посмотреть на какие-нибудь настройки клавиш горячих. Но они, к сожалению, в самом старте, поэтому забиваем туториал, не трогаем. Просто идем вперед, напролом. И видим пришельца. Вон он стоит. У нас где-то здесь был снайпер. Видит ли снайпер его? Если выстрелить, например, прицельным выстрелом. 64%! Точно хорошо. Отведем одного бойца в сторону. И попробуем прицельным выстрелом. А что, если присесть? Сколько у нас очков потребует? У нас сейчас 55 очков, так? 36 требуется на прицельный выстрел. Я предполагаю, что можно присесть, получить от этого бонус. Тут, правда, блоки по 20-30%. Но они вроде бы нивелируются тем, что мы делаем прицельный выстрел. Так что ли? Сложно это все. Вторые ксенонавты пока не сильно отличаются от первых. Нет, Гин, ты что? Они трехмерные. Они полностью трехмерные. Хотя этого не видно, но это так. Верь мне. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. На самом деле, это приоренденная какая-нибудь фигня. Но выглядит все довольно-таки трехмерным. Да, привет, Гин, привет. Можно в системном микшере снизить громкость. Да, я в курсе, никсгай. Что-то интересное на экране. Привет, крит-экзекьютор. Привет. Ну что, давайте просто попробуем выстрелить прицельным. Конечно, можно экспериментировать, присесть. Мы получим те же самые 64%. То есть ничего не изменилось. Мы просто тупо присели. 35. Что такое 35, мне, честно говоря, не особо понятно. Потому что у него, наверное, есть какой-то пол хитпоинтов. Мы из него 35 очков жизни вычли. И что у него осталось после этого? Неясно. Вот этот чувак у нас с гранатометом, насколько я понимаю. Давайте его отведем куда-нибудь за укрытие. А там мы видим еще одного пришельца. И подсказок нету. Мы не можем сказать, что это за пришелец. Просто большой зеленый пришелец и маленький серый пришелец. А там он вдалеке уже виднеется, летающая тарелка. Ну, в данный момент она не очень летающая. Что поделаешь. Айконка поза, говорит Дикередок, в которой находится боец. Ну, где приседания, например, из ранних Call of Duty. Обрати внимание, боец на картинке даже держит американский M1 Гарант. А, ну, у них явно с художниками, дизайнерами вообще все очень плохо. У команды разработчиков-ксенонавтов там далеко не профессиональные работают. Это же, по сути, любительская игра. Ну, по крайней мере, первые ксенонавты были. Сейчас они, типа, уже, считайте, профессиональные разработчики. Так, отведем людей с шатганом куда-нибудь подальше. Ммм, даже через забор перепрыгивает. Вот это вот вообще просто неожиданно. Да чего ж технологии-то дошли, а? Прячемся, уходим из линии видимости. Снайпера мы, видимо, уже никуда не уведем. У него мало очков действия. Хотя я бы его попробовал поставить куда-то подальше. Вот, например, возьмем... Кого? Человека с машинганом. Развернем. И включим ему овервотч. Но у него на бёрст требуется 44. Поэтому лучше скорее присесть. Потому что он все равно овервотч сделать не сможет. А здесь нифига не видно. Луки, подчеркивание, Оми поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. В надежде на продолжение к чему. Спасибо большое. Продолжение будет. Вопрос только когда. Я уже давно хочу сделать продолжение. Terror from the Deep. Сколько у нас тут шансов? Что-нибудь такое aimit. 28% требуется 30 очков действия. Вот мы подойдем сюда. Это опасно достаточно. И сделаем прицельный выстрел. Ферст Блад. Как насчет френдли фаера? Если в синонавтах нет френдли фаера и нельзя запульнуть ракетой в толпу своих. Играть, стой. Нам нужен тест. Говорит, дикий рядок. Но я уверен, если мы попробуем очередью расстрелять своих, то сможем это протестировать. Так. Этого товарища, который подсвечивал, нужно отвезти. Вообще непонятно, куда что делать. Можно ли его куда-нибудь отвезти или нет. А здесь, сюда. Авервач на нормал шоте. И все вроде бы. Больше у нас никого не осталось. У всех очки действия почти потрачены. Конец хода. Синон мувимент. Прям как в старые добрые времена. Что-то там происходит. Камера дергается. Тоже прям, знаете, как в старые добрые времена. Но что происходит конкретно, непонятно при этом. Давайте высунемся нашим гренадерам. Кого мы видим? Что, будем кидать гранаты? Конечно же, конечно же. Кидаем. Ну же. Что, не было никакого урона даже от того, что разорвалось рядом? И это вы называете гранатами? Серьезно? Ну, я просто даже не знаю. Кого-то задело? Нет, никого не задело. Всем норм. Можем ли мы сделать берст? 13% 10 выстрелов. Ну, вот проверим Friendly Fire. Нам же нужно, чтобы кто-то видел его. Это же рептилоиды. Согласен. Это рептилоиды. Классические такие ребята. Может, у него кумулятивные выстрелы. Сплэш слабый. Через такой деревянный заборчик слабо проходит. Уж, наверное, единственное объяснение нормальное этому. Звуки стрельбы. Говорит, Дикери Док, катайся по полу. Выстрел одиночный, которым ты добил мелкого Эллена. Это звук выстрела Беррета из Battlefield 3. И я могу на эту тему сказать только одно. Дикери Дока явно очень большой опыт шутеров. Потому что я вообще этих звуков никаких не знаю. Но это, в общем-то, неудивительно. С учетом того, что я в шутеры не играю. Почему всех солдатов зовут Джошами Смитами? Судя по станагу на 20 патронов, в 60-е годы уже было клонирование. Но США это скрывает. Джош Смит. Джонсон. Джонсон. Джон Смит. Джон Смит. Джон Смит. Да? Здесь надо бы отойти немножко в сторону. Чтобы у нас 36 бы очков осталось. Как-то вот так развернуться. 73-процентный выстрел. Есть попадание на 16. Заметьте, в два раза меньше, чем в прошлый раз. В прошлый раз, видимо, мы по очень легкой, такой, небронированной цели стреляли. По сектоиду. А вот рептилоиды — это другое дело. Ну что, пора расчехлять наш машинган и начинать орудовать из него. Что это было вообще? Объясните, почему он так дергается, но у него нету потерь хит-поинтов вообще. Это что-то нервное. Непонятно. Теперь попробуем Эймит Шот. Понятно. Вот это вот знакомый XCOM. Собственно, промахи, все дела. Нету больше ходов действия. Игровочек сделаем. Здесь попробуем немножко выдвинуться. Проверить, есть ли кто-нибудь за углом. А он есть. И оп, оп, поворот камеры. Вот это самое высшее в 3D. Рэдролль тебе не старается. Ну, да, я согласен. Снапшотом у нас 59 шанс попасть. 18 очков действия будет потрачено. Потом мы сможем отойти. Слабо, мало. Пора валить. Не факт, что мы выживем после этого. Снап на 25. Нормал на 44. Самое том. Реакшн фаер. Да ладно. Не бузить. Так, нам нужно на снап 17. Если мы подойдем сюда. У нас 40 останется. Дикий Редок пишет. Хотите, расскажу, почему их всех одинаково зовут. Потому что Джонни. Они на деревьях. Это проклятые гуки. Они научились прятаться даже там. Вызывайте наших славных соколов. Они зальют их славным напалмом. Запах победы. Звук пулемета из какого-то старого синглового шутера. Не помню только название. Вроде бы из Буллит Шторма. Говорит Дикий Редок. Ты знаешь, тут разработчикам ксенонавтов должно быть стыдно, наверное. Морин до сих пор танцует. Ну да, у него стресса, такое расстройство. Ему тяжело очень. Кто у нас еще остался? У нас остался вот этот боец, который неизвестно в кого стрелять будет. Стрелялся. Тут нужно вернуться назад. Но не факт. Так, у нас 11 останется. Так, 17. Мы сможем только снапшотом выстрелить. Это очень плохо. Я думаю, сюда поставим. Присядем. Да, тут мы его видим. Но будем надеяться, что мы типа в камешке, за камешком спрятались. Кто еще остался? В общем, вот этот рептилоид нас убьет однозначно, если мы его сейчас не прикончим. 38. И тогда нам будет хватать на два выстрела снапом. Сколько это шанс? 59. Довольно неплохо. 25. Ну... Окей. Самый главный шаг сделать в сторону. Мы это сделать не можем. Ха-ха. Нужно минимум 4 очка действия, насколько я понимаю. Так, представляю диалог, говорит троллер. О, нет, они ранили Джонни. Но которого из них? Ну, тот, который под дабстеп танцует. Ну, в общем, давайте не будем смеяться над игрой, она пока что еще не релизнут. Это просто такая, как бы, демка альфа-версии. Собственно, все. У нас остался один на один наш боец в чистом поле с противником. И бедный Джонни, бедный Джонсон даже. Это Фред Джонсон, он единственный, кто был своего отдельного имени. Не, у нас тут несколько Фредов Джонсонов, смотрите. Семейство Фредов Джонсонов вместе с семейством Джонов Смитов. Вон как все устроено в игре. Ну, окей. Следующий ход. Кстати, не стоит игру судить уж слишком строго, просто потому, что это вообще, как бы, типа, первая миссия с простым оружием. С бойцами неэкипированными. И если вспомнить старые XCOM'ы, да и даже новые XCOM'ы, первая миссия довольно слабо смотрится на фоне всей игры целиком. Они в целом относительно скучные. Но зато, посмотрите, Фредди выжил. О чем это говорит? О том, что нам нужен снайпер. Снайпер, который будет снайперить его отсюда вот сюда. Кроме этого, выведем нашего Джонни. Ха-ха, этот рептилоид все еще здесь. Окей. Пробуем прицельным выстрелом. Очень неплохой прицельный выстрел прямо в спину. Он не ожидал этого, развернулся такой, шипит на нас. Ну а теперь еще одну очередь, которая однозначно должна помочь Джоне, Джону Смиту, еще больше начать хотеть танцевать. Заметьте, по-моему, какой-то снаряд застыл в полете. Ну, что я говорю ждать? Пока что еще это типа демоком. Упс. И вот, наконец, мы получили реальное ранение. У него кровотечение. Возможно ли это каким-то образом остановить? Где у нас медкиты? Есть ли они у нас? Хороший вопрос. У всех есть по гранате. Кнопки инвентаря я не вижу. Возможно, она здесь не предусмотрена. Расслабься. Мы не судим, говорит Дикирдок. И даже не осуждаем, просто стебемся. И Фредди выжил, и другой Фредди выжил, и третий тоже, и четвертый. Ну, возможно, кто-то умрет. У нашего чувака с гранатометом, к сожалению, сейчас достаточно тяжелая ситуация. У него кровотечение. Вот это, насколько я понимаю, это то, насколько сильное кровотечение. А лечить нечем. Пока им на оружие. Ммм, это два оружия. Дубинка. О, медкит есть. Прекрасно. Фредди, ты будешь жить, возможно. А, это не Фредди. Я их уже путаю. Так. Он не может отойти к нему, что у него кончились очки действий из-за того, что он сопрессит. Разве инвентарь не справа от присядки? Есть такое мнение, что это просто бронежилет. Это типа броня. А это штука, которая позволяет увидеть нашу область видимости. Вообще, довольно неплохо. Так, стоп, мне что-то мышка заела по вертикали. Ну, давайте такой вот режим оставим. Будем ли мы бежать вперед? Будем. Какие наши шансы здесь с нормалшотом? Два процента. Что-то они меня не радуют. Снайпера подводим ближе. Чтобы на следующий ход можно было стрелять сюда. Здесь тоже побежали, насколько можем. Медик ждет указаний. Здесь есть возможность сделать точный прицельный выстрел. 28 процентов шанс попадания. Это мало достаточно. Но я бы попробовал. И... Хотя бы нормальным. Нет, нормальным это уже вообще бессмысленно. Есть ли положение залечь? Пока я вижу только положение присесть. Интерфейс достаточно такой простенький. Возможно, мне нужно было начать с туториала. И я согласен, что в целом это, скорее всего, моя ошибка, что я не начал с туториала. Так. Прицельный выстрел. 43 процента. Поехали. Упс. У нас уже потери. Двое раненых. Что-то как-то это все не очень хорошо, вы знаете. Здесь... Продвигаемся с этой стороны. Что же там? Видим ли мы кого-то? Джон Смит has... Что? Есть ли какой-то лог? Репорт баг. Мои бойцы умирают. Это не честно. Я хочу зарепортить этот баг. Убегает, да? Зараза. Слишком много блоков. Нам нужен 36 на прицельный выстрел. Как далеко мы можем добежать сюда? Всего 15. Нет, нам нужен прицельный. 64. Меня это устраивает. Стреляй. Есть попадание. 52 процента. Очень даже неплохо. Второго рептилоида прибили, а? Отомстили за беднягу Джона Смита. На бронежилет это мало, похоже, пишет Дикий Редок. Больше похоже на старые американские парашюты, которые крепились на заднице. И солдаты-пилоты на них сидели в самолете. Ммм. Но, возможно, это десант. Согласен. Есть такая вероятность. Так, подходим. Поворачиваемся, лечим. Прицелились, смотрите. Вдруг промахнется. Семнадцать хитпоинтов подлечили. Кровотечение прошло. Прекрасно. Самое время отправлять бойца на передовую после того, как он подлечился. Здесь нам тоже нужно лечение, поэтому вернемся обратно к лекарю, к медику. Здесь тоже, наверное, нужно бежать вперед. Я бы присел за вот этим ограждением. Кровь вытекла, кровотечение прошло. Все логично, короткий рядок. Да, это прям как в средние века кровопускание было очень популярным способом лечения. Так, с батеньком, с вами что-то не так. Это нужно срочно вывести из организма. Откачиваем кровь. Кто еще у нас может побегать? Ну, тебя можно на вероуч поставить. Тебя подведем поближе, чтобы лечить на следующий ход. И все, собственно. Hidden movement. Вообще, скажу честно, по первым впечатлениям, эта игра пока не создает ощущение того, что я действительно хочу играть в ксенонавтов. Вот, вспоминаешь старый XCOM. Ну, там, Full Defense, Terror from the Deep. Вот эти вот 90-х годов. И они были значительно более атмосферными и интересными, разнообразными. Даже в самых начальных миссиях. Почему-то здесь вот это ощущение отсутствует. Не знаю, может, я, конечно, зажрался. И на самом деле, игры ничем не хуже. Но, как вы, возможно, знаете, я достаточно большой... Так, это вот вход, да. Я большой поклонник такой... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Какого мы видели? Поклонник атмосферности, хорошего графического стиля. Не прям там графония, чтобы прям все суперреалистично. Нет. Главное, чтобы все было хорошо проработано с художественной, дизайнерской точки зрения. Здесь, к сожалению, этого не чувствуется. Здесь чувствуется вот то же самое ощущение, которое я испытывал, когда я видел в начале 2000-х очень многие различные попытки, ну, и там в конце 90-х, попытки клонировать XCOM силами разных любителей. То есть были разные любительские такие клоны, которые, ну, друг от друга отличались тем, кто насколько хуже другого. Чего-то хорошего про них сказать было сложно. Какие-то из них в итоге дожили до более-менее современных дней, и, в принципе, в них даже можно поиграть. Какие-то просто исчезли на бескрайних просторах интернета, больше про них ничего не слышно. От них ото всех вот есть такое ощущение низкокачественности, которое сразу же с первых моментов ощущается. Это вот то, что меня отталкивало от первых ксенонавтов. Ну, что поделаешь, такой вот я взорвавшийся эстет. 50 процентов. 30 очков подойдем сюда. Сделаем выстрел. После этого присядем сразу же, чтобы больше не рисковать. Еще у нас есть пулемет, который вообще не попадает отсюда, уже заблокирован будет полностью в дороге. Посмотри, игру Hardvest рекомендует Китаура. Вестер на движке XCOM. Очень атмосферно получилось. А что значит на движке XCOM, которого XCOM? Что думаешь о модах на OpenXCOM? ColdFusion. Думаю, что там, в принципе, есть более-менее неугодные моды, и некоторые можно попробовать. Но в целом, как бы, оригинал-то достаточно хорош. Чтобы его еще и модами портить. Тапками не кидайтесь, горе дикий рядок. Но по мне, самый атмосферный XCOM это бюро. Вот там реально было атмосферно, тоталитарно, просто все бесец безысходно. Но вообще, да, бюро с точки зрения атмосферности хорош. Он плох с точки зрения геймплея, потому что они пытались там скопировать Mass Effect. И это не очень хорошо у них получилось, к сожалению. Плюс, ко всему прочему, игра затянута, геймплей кривовато. Сюжетные интересные повороты только где-то к самому концу появляются. А так, да, атмосферность там присутствует. Кто еще может пострелять? Ну, я не уверен, что стоит сюда подводить пулеметчика. Вообще, совсем не уверен. И более того, он не сможет пострелять уже. У нас остаются ребята с дробовиками. Вот здесь у нас медика есть еще возможность пострелять, но она такая, довольно-таки слабая. 30 очков нужно. И очков не хватит тоже. Давайте с другой стороны обходить. Ага, там я тут постреляю еще. Нормальным сюжетом там даже не пахнет, говорит. Минус за грейт. Главного поворота... А, кроме главного поворота. Да, да, там единственный главный сюжетный поворот под конец есть, который еще более-менее прикольный. У америкосов вообще все, что связано с 50-ми, 60-ми, хорошо получается, говорит Волос. Золотое время для их митрополии все же. Ну да, да. Золотое поколение. Золотые годы. В общем, все самое блестящее. Прячемся, надеемся, что все будет хорошо. Говорится, не факт, конечно. Угу. Пришельца не видно. Их двое здесь даже. Ну, вон как. Попробуем что-нибудь снайпером сделать. В общем-то, снайпер довольно неплох, как класс, я смотрю. Ну, как оружие, по крайней мере. Еще на 35. Получай. Мерзкая инопланетная тварь. 50. Пятьдесят. Беру. Это ксенонавты вторые. Да, это вторые ксенонавты. Ну, они еще далеко не релизнуты. До релиза достаточно далеко. Надеюсь, потому что тут есть что изменить. Кто-то еще сможет пострелять? Нет, тут все перекрыто. Тут шанс попасть достаточно низок. Добежать мы, скорее всего, не сможем. Я думаю, нужно стоять на месте, особо не дергаться. Отходим. Нас пытаются пристрелить. Пришельцы. Опасность. Что происходит? Нет. Все нормально, на самом деле. Не паникуем. Привестись не удается. Это печально. Еще один шаганщик разворачивается и видит, что здесь никого. Заходят под дверь. Остальные вперед. Тактика. Почти. Промихи вообще были. А то везет как-то много. Да, были роллеров. Были. Вообще я не против таких попаданий. Кто может быть против попаданий в Экскоме? Ну, или в Экскоме подобной игре, потому что все-таки это ксенонавты, не Экском. Как же 30-й год играет Дикий Рядок? Мафия, например. А вот фиг ее делали чехи на пару с британцами. Ну да. Поставляем нашего Джона Смита еще разок. Видим, что здесь никого нету. Пришельцы свалил куда непонятно. В неизвестном направлении просто скрылся. И это немножко стрёмно. Что мы здесь видим? Двоих пришельцев. Первый. Здесь. Второй прямо у входа. Можем, конечно, разведить обойму. Можем этому зарядить прям. Давайте вот так зарядим. Спокуха. Там еще кто-то есть, конечно. Ну мы закроем двери. Слушайте, дверь пробили. Серьезно, дверь пробили. Дверь, а стену, конечно же. Так. Срочно лечить. Ну это, по-моему, жмура у нас уже. Ну что-то попробуем сделать. Плюс 15 хитпоинтов. Лол. Я вот не заметил этого момента, что здесь так легко стену сбрили. Знаешь, в чем плюс ранних XCOM-ов, говорит Дикередок? Из-за того, что много бойцов... А, из-за того, что много бойцов. Их можно использовать как болванки для триггерения всяких ловушек и реакшн-шотов. Нет, не в этом. А на самом деле в том, что когда у тебя много бойцов, у тебя ты можешь много раз использовать свои низкие шансы на выстрел. То есть у тебя статистически будет равномернее все это распределено. У тебя не будет такого, что у тебя там три бойца, и все три внезапно промазали. У тебя их будет 15, и из них кто-то промажет, а кто-то нет. Вот это хорошо. Тем, что более конститентной становится стрельба из-за того, что у тебя много попыток. Такие дела. И здесь пока спрячемся, скроемся. Здесь подбежим вперед. Чтобы на следующий ход врываться. Здесь. Мы тоже побежали. Встанем на овервоч. Нет, на овервоч с шотганом. Ты что, Дайс, вообще просто рехнулся? Ой, что творит? У тебя будет все равномернее распределено. У тебя будет 15 бойцов, и все равномерно промажут, говорит Дикий Редок. Или неравномерно перестреляют друг друга. Ну ладно, хватит уже пессимизма, на самом деле все не так там плохо. Выглядит крайне неахтим, пишет некрофагист. Я обожаю первую XCOM, и считаю, что новый XCOM ему далеко до него. Но это лишь пытается походить на него. Да согласен, согласен. Но это на самом деле просто фанатская попытка была сделать свой XCOM. Таких очень много. Потом она выросла до коммерческой игры за очень многие долгие годы. И сейчас, спустя определенное энное время, у них теперь есть возможность пользоваться всяким там кикстартером. Я вот, кстати, не помню, ксенонавты были на кикстартере или нет. Но так или иначе, теперь больше возможностей для того, чтобы вот такие игры продавать. Во всяких стимах там, например. Так далее. Поехали бюрстить. Чё-то как-то не очень вышло. И мы перекрыли дверь. Лол. Однозначно лол. Можно два нормальных выстрела сделать по 44. И всё. Ещё так просто. А, ну нет, там ещё же кто-то был. Да, и мы его видим. Вот у нас есть снайпер, который видит эту инопланетную морду. А если снайпер два выстрела сделает? По 40%. Отлично. Ваншот, ванкил. Ничего, если один Джонни вдруг умрёт, у нас ещё несколько запасных. Да, именно так. Почему-то вспомнил фразу одного персонажа-психолога из одной старой книги, пишет Дикий Рядок. Я издеваюсь? Да ни в коем случае. Я ведь профессионал. Я вполне профессионально стебусь. Я уже не совсем улавливаю. К чему это конкретно? Ну ладно. Просто когда ещё играешь, тут мысли переключаются. Частенько. Ну, скорее всего, кто-то ещё в тарелке есть. Такое впечатление создаётся. Пройти здесь нельзя. Встанем рядом. Здесь ничего сделать нельзя. Здесь давайте встанем на Overwatch. Просто постоим. Здесь мы забежать тоже не можем. Пока просто постоим рядом. Снайпера поближе подвести. Хорошая идея. Поехали. Следующий ход. И ничего не происходит. И ничего не происходит. Это немножко расстраивает. Поправим здесь вперёд. Бойца. Вдруг кого-то увидим. Пока никого не видим. Приседаем. Здесь тоже в обход. Но вообще обходить одним-единственным бойцом это всегда плохая идея. Очень плохая идея. Снайпер остаётся снаружи. Стоит здесь. Даже, я бы сказал, номер врачи. Возможным. Далее. Атоматчик-пулемётчик. Атоматчик-пулемётчик сюда. Зум есть. Что там в теле, как показывают? Спрашивает парк. Не знаю. Я ходки не смотрел. Туториал не проходил. Сразу ринулся в бой. Я ж, в конце концов, ветеран Икс Кома. Как я могу тут какие-то туториалы проходить? Несерьёзно. Поехали. Следующий ход. Где же спрятались последние пришельцы? Вот. Здесь кто-то движется. Что-то заметили. По нам открыли огонь отсюда. Вон он. Кто его видит? Его видит... Джон Смит. Огонь, Джон Смит. Огонь. Джон Смит. Как же так вообще? Как же так? Сопресос зато. Можно брать тёпленьким. И это финал. Mission Complete. У нас всего одна единственная потеря. Вот и всё. Паблик Комбо Тест закончился. К сожалению, музыка вот в этом конкретном меню, она не регулируется. Что, честно говоря, мне не особо радует. Но что поделаешь. Ну вот. Что есть. Какие я могу впечатления высказать по ходу... Ну, точнее говоря, по итогам этой миссии. Ну... Я надеюсь, в общем-то, эта демка... Это только очень-очень раннее состояние Ксенонавтов 2. Потому что тут явно есть что улучшать. И не только в графическом плане. Вы знаете, какой-то тактической разнообразности хочется. И вот когда я скачивал эту демку... Скачивал я её с торрентов. Но она есть в бесплатном доступе на Гоге. И я надеюсь, это та же самая демка. Потому как где-то в каком-то видео я видел геймплей старых Ксенонавтов, который вроде бы был более разнообразен. Там были значки укрытий и так далее. Ну, надеюсь, я ошибаюсь. И, точнее говоря, надеюсь, я не ошибаюсь. И действительно, игра со временем станет лучшим. Может, я какую-то более старую версию играл. Фиг его знает. Но впечатления, честно говоря, не ахти крутые. И с геймплейной точки зрения в особенности. Потому как... Вообще система того, что ты можешь двигаться и стрелять, она существует во многих играх. То есть даже, например, в том же Вейстлэнде 2 там то же самое. Вы можете бегать всё от укрытия к укрытию и стрелять. Всё. И это не делает игру тактически разнообразной. Нужны различные возможности. Нужны различные специальные способности. Нужны различия между бойцами. Вот вспомните, например, Long War. Long War просто шикарнейший пример того, как можно сделать игру действительно разнообразной. Ну, по крайней мере, в этом жанре. И там очень много, казалось бы, ограничений искусственных, вроде разных там классов бойцов. Ограничения на виды оружия, которые можно носить. Но это создаёт более тактическую, разнообразную глубину такого геймплея. А в старых XCOM'ах, таких как, например, Terror from the Deep или старый добрый UFO Defense, в них было больше атмосферности. Они визуально и стилистически создавали больше ощущения того, что это действительно что-то такое фантастическое, что это борьба с пришельцами. Хоть они и были во многом с мультяшной графикой, но со стилем там было всё в порядке. Поэтому хотелось бы, конечно, здесь видеть улучшений. И в том, и в другом вопросе. Вот. Ну, а сегодняшний стрим, который был, в общем-то, посвящён, по большей части, болтовни, а отнюдь не прохождению вот этой маленькой дэмки. Я, по крайней мере, для тех, кто смотрит это в записи, закончу. Спасибо вам, что вы смотрели. И увидимся в ближайшем будущем. До новых встреч. С вами был Dice. Пока. Субтитры создавал Dicey. Субтитры создавал Dicey. Субтитры создал Dicey. Продолжение следует...